Правильно я понимаю, что прошлая неделя была первая неделя в программе? И Кэрин и Кирк Хортон были с вами. Я знаю их где-то около 20 лет. Они очень приятные люди. И мы начнем эту неделю с темы молитвенной жизни лидера. Лидерская или молитвенная жизнь лидера. Потому что по той причине, что вы находитесь в обучении, вы находитесь в обучении, в лидерском обучении. Вы в обучении служения. И на протяжении вашего обучения в МГБИ, И Господь, Он открывает для вас восхитительные двери в служении для вас. И кто знает, может быть, в последующих десяти лет И может быть, кто-то из вас будет пастором где-то в мессианской общине в Украине. И вы также пригласите меня, чтобы я проповедовал в вашей общине. Да? Хорошо. Я ожидаю от вас приглашения. Но вы призваны быть лидерами. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии в 1 Тимофея 4. И я хочу, чтобы мы рассмотрели вот это утешение, которое Павел дает Тимофею. Письмо к Тимофею Павлу называется пастырским письмом в Новом Завете. Потому что Тимофей был учеником, молодым учеником. Павел относился к нему как к духовному сыну. И он помогал ему быть зрелым, обучить его, снарядить его. И вдохновить его как молодого лидера. И посмотрите внимательно на стихи с 12 по 16. И послушайте внимательно слова Павла, как он наставляет Тимофея. В первую очередь он говорит, никто, да, не пренебрегает юностью твоей. И некоторые из вас в этом классе очень молоды. А некоторые не очень молоды. Правильно? Но Тимофей был молодым человеком. И Павел пытался его вдохновить. И он говорил, что когда ты являешься молодым, это не означает, что ты не можешь быть лидером. И я хочу, чтобы ты это понимал. И даже если ты молод, Бог призывает молодых парней и девушек быть лидерами. И наш физический возраст, он не всегда является причиной. На то, что Бог обращает внимание, это наш духовный характер. Нашу духовную зрелость. Когда я обучался в университете, молодым человеком в возрасте от 18 до 20 лет, я был пастором в небольшой сельской домашней церкви. И большинство моих прихожан или членов вот этой церкви были в возрасте от 60 до 80 лет. И были времена, когда я не знал, как мне действовать. Потому что все они были старше меня. А я был призван быть их лидером. И порой были очень такие необычные чувства. Потому что у меня была духовная власть в их жизни. И я вспомнил, как я читал эти стихи. Я чувствовал, как Бог ко мне говорит. Никто, да, не пренебрегает моим возрастом. И я действительно, я понимал, что не было в этом проблемы, что кто-то пренебрегает моей юностью. Но, скорее всего, я это чувствовал, так себя чувствовал. И даже если вы сейчас молоды, у Бога есть призвание для вашей жизни. И вы должны стоять с такой мужественностью и властью, чтобы исполнять его призвание. Но Павел говорит Тимофею, даже когда ты молод, я хочу, чтобы ты был примером для них. Он говорит, быть примером в слове, в жизни, в любви, в духе и в чистоте. Что же говорит Павел Тимофею? Он говорит, по той причине, что ты являешься лидером, ты должен показывать пример. Неважно, какого ты возраста. Если ты хочешь быть лидером, твоя жизнь должна быть примером. Ты должен быть тем, на которого остальные люди смотрят или берут пример, от которого они могут научиться. И в том, как ты говоришь, ты должен быть примером. Иными словами, то, как говорят лидеры, это отличается от того, как говорят остальные люди. Есть определенные вещи, о которых лидеры не говорят. Мы не осуждаем себя. Мы не используем в наших рассуждениях шутки. Мы не наполняем наш разговор сленгом или сплетнями. Мы не используем нехорошие слова. Плохие слова, нецензурные слова мы не используем. Это не час нашей речи. По той причине, что мы лидеры. И Павел говорит, что это должно быть видно в том, как ты говоришь. И также у лидера другой образ жизни. Твои цели, они выше. Твои ценности, они выше. Твои мечты, они от Господа. Твоя жизнь, она нацелена в правильном направлении. И мы те люди, которые обучаемся, как ходить в любви. А лидеры — это те, которые учатся любить каждого, всех. Очень ли проще любить тех, которые любят тебя взамен? Труднее любить тех, которые не проявляют к тебе любовь. Были ли вы рядом с тем, которые вас раздражают? Я ночевал две ночи в Франкфурте, на пути сюда. И у меня был завтрак утром в отеле. В определенное время в этом зале, где был завтрак, мы принимали, было очень много людей определенной национальности. Но у меня не было особых таких признаков какой-либо национальности. Но в то время, когда я кушал, завтракал, напротив меня сел мужчина. И он делал очень много шума в то время, когда он завтракал. И это не оканчивалось. И все некоторое время начал слышать такой же звук, с другой стороны, от другого человека. И потом от другого человека, с другой стороны. И я понял и осознал, что это часть их культуры. Но это было раздражающе. И я старался кушать в тишине. А постоянно такие звуки. И я осознавал, что я раздражаюсь. И мне пришлось сказать самому себе. Просто успокойся. Все хорошо. Завтрак, он не длительный, короткий. И у меня было такое желание показать им такую табличку, на которой будет написано, что что-то неправильно. Ну, на самом деле, это такое небольшое. Но есть люди в нашей жизни. И они всегда будут в нашей жизни. И люди, которые не только нас будут раздражать, будут привозить нас в замешательство. Но будут такие люди, которые будут буквально или словесно идти против нас, будут нас унижать, будут противоставлять нам, будут отталкивать, и даже будут хотеть нас разрушить. И Бог хочет развить в характере лидера способность любить таких людей, несмотря на то, как они с нами относятся. Павел говорит Тимофею, будь примером в своей любви. Иными словами, лидерами должны быть те, на которых люди будут смотреть и говорить. Я хочу любить так, как любит мой лидер. Павел говорит Тимофею, будь примером. Дальше Павел вдохновляет его продолжать изучение Писания. Также развиваться в проповеди Слова. Он вдохновляет его развивать свои дары. И он также вдохновляет его отдать самого себя полностью служению. И дальше в последнем стихе написано, что смотри... Вникай в себя и в учение. Иными словами, Павел говорит, если ты хочешь быть лидером, ты должен быть ката-бав. У тебя должны быть высокие стандарты. Лидер — это тот, кто устанавливает пример. Лидер — это не тот, у которого такие случайные моменты хождения с Богом. Но они посвященные. Они такие, которые восхищают. Они те, которые действуют со своими сложностями, которые у них возникают. Они те, которые продвигаются вперед и побеждают. Лидеры — не те, которые проигрывают, но те, которые побеждают. И мы в Писании видим, что лидерам Бог дает огромную или большую ответственность. Посмотрите, давайте посмотрим быстро в Якова 3.1. Потому что в английской Библии сказано «Джеймс». По той причине, что название английского перевода — «Король Яков» или «Король Джеймс». Вы знали об этом? Когда Библия была переведена на английское в 1612 году, «Король Джеймс» сказал, что он бы удовлетворил его, так как они бы поставили его имя в Новый Теставет. «Король Яков сказал, что я поставлю добро, можно так сказать, на этом переводе, если мое имя будет использовано в переводе». Поэтому в английском переводе — «Джеймс», а у нас — «Яков». Два сына Заведеева, которых Иешуа назвал сыновья Грома. «Йоханан» и «Яков». А для нас же — «Йоханан» и «Джеймс». Это немножко информации такой. Но посмотрите, что же говорит он в Якова 3.1. «Братья, немногие делаете с учителями». Но смотрите, это очень интересно. Потому что он говорит противоположное. «Нам нужно больше лидеров, нам нужно больше служителей и служений». Но Яков, он дает предупреждение. «Немногие из вас должны хотеть быть учителем». Почему? Потому что он говорит, что они будут подвергаться большему осуждению. Это очень большая ответственность. Больше такая... Больше такой учет. Большая подотчетность. Похоже на ответственность. И это жизнь лидера. Поэтому мы те, которые идем большие пути или более длинные пути. Мы всегда те, которые страдаем за Господа. Мы, которые хотят больше Господа. Больше Господа. Потому что мы хотим больше Господа. Это страсть, которая есть внутри наших сердец. И он говорит, что лидеры, они призваны к большей ответственности. И Павел опять говорит к Тимофею в первом Тимофея 3-2. Второй стих. И он говорит о лидере. Он говорит, что он должен быть, в нашем переводе написано, непорочен. Иными словами, лидер – это тот, против которого никто не может найти что-то против. Вау! Вау! Это не означает, что мы совершенны. Но это означает, что если у нас есть ситуация, мы справляемся с ней. Иными словами, если мы согрешаем, мы просим прощения и каемся. Иными словами, и также, если мы кого-то обидели, то мы идем и просим прощения. Для высшего призвания. По этой причине, мы должны быть примером в нашей молитвенной жизни. Жизнь лидера не может быть успешной без постоянной молитвенной жизни. Даже, я хочу вам сказать, что самая важная деятельность в жизни лидера – это молитва, молитвенная жизнь. Вы можете получить или иметь видение и сновидение о том вашем будущем, которое вы будете иметь в вашем служении. И это полностью допустимо. Это возможно, что Господь дал вам эти сновидения и видения. У некоторых из вас есть сердце, направленное к благовестию. Вы хотите видеть сотни и тысячи спасенных. Некоторые из вас имеют призвание к ученичеству. Вы хотите видеть людей, которые растут в своих личных жизнях, в церковной жизни. У некоторых из вас может быть помазание и дар исцеления, и вы хотите видеть тысячи исцеленных. Может быть, Господь дал вам призвание, чтобы вы освобождали людей от демонического влияния. И даже тогда, когда мы призваны и имеем одарование, дары, помазание и власть в наше служение приходит от постоянной и регулярной молитвенной жизни. Чтобы быть успешным в служении. И когда я говорю о успехе, я не говорю о мирских стандартах успеха. Я говорю с точки зрения Господа, с точки зрения Царства, чтобы быть успешным. Мне необходимо иметь фундамент в постоянной и последовательной молитвенной жизни. Одна и самая важная часть жизни лидера — это молитва. Это наше основание. Это наше духовное основание. Это не просто точка отчета или точка начала. Это постоянное основание. И мы будем делать то, что мы хотим делать в служении, по причине нашей молитвенной жизни. Все наши духовные плоды, они возникают по причине нашей молитвы. Помните, что плод, он рождается, а не изготавливается. Плод — это то, что Дух Святой высвобождает через вас. И не может быть настоящего духовного плода без истинных взаимоотношений с Духом Святым. Плод, он рождается и взращивается по причине нашей постоянной молитвенной жизни. Потому что он исходит из сердца Господа. Он исходит из служения Духа Святого. И эти взаимоотношения, которые мы имеем с Духом Святым и с Господом, они развиваются и рождаются в нашей молитвенной жизни. И мы никогда слишком молоды, чтобы начать нашу постоянную молитвенную жизнь. И когда у нас есть призвание от Господа в нашей жизни, и мы хотим расти или почитать это призвание, мы хотим восполнить те сновидения и видения, которые в нашем сердце от Духа Святого. И даже тогда, когда Слово от Господа пришло к Захарии, это не по такой физической силе, но это, как Господь сказал, от Духа. Вы не можете изготавлять или вырабатывать силу Духа Святого. Вы не можете вырабатывать помазание Духа Святого. Вы не можете создавать помазание. Помазание есть или его нет. Вы не можете сделать так, чтобы помазание произошло. Нет никакой такой формулы для помазания. И, на самом-то деле, чем больше мы пытаемся сделать помазание, тем меньше его есть. Потому что помазание приходит только от одного источника. И это Дух Святой. И помазание Духа Святого, оно торжествует в наших жизнях из-за того, что у нас есть взаимоотношения с Духом Святым. И это помазание от Духа Святого приходит от нашей близости в молитве. Есть такие моменты, когда вы не стоите напротив толпы. Это те моменты, когда вы в своей тайной молитвенной комнате. И там только ты. Там только ты и Господь. Но там есть личная встреча. Потому что Бог — Он реален. Он не очень далеко. Он не отдаленный. Он в этой комнате вместе с тобой. И ты открываешь свои уста и начинаешь говорить с Господом. И Библия говорит, что Он общается с тобой. Это взаимоотношение. Это истинное служение. Которое исходит из таких истинных взаимоотношений с Господом. То, в чем нуждаются люди от вас и меня, — это прикосновение Господа. Они нуждаются в таком потоке Господа с наших жизней, в их жизни. Им не нуждаются в лекциях. Им даже не нужны такие ритуалы, церемонии. Они нуждаются в Боге. Они нуждаются в прикосновении от Господа. Они нуждаются в том слове, которое Господь им проговаривает. И так, как сказано, что «Будьте светом и солью, которая прикоснется к их жизням». Библия говорит, что это есть помазание, которое разрушает тьму. — Это помазание, которое разрушает узы. — Это то служение, в котором мы хотим освободить людей. — Да? — Это то служение, в котором мы хотим освободить людей. Это то служение, когда мы хотим, чтобы люди стали тем, кем им нужно стать. Мы хотим, чтобы в этом служении люди стали, исполнили свое призвание перед Господом. И так, как лидеры, это наша цель — помочь людям исполнить свое призвание, стать тем, кем Бог их призвал. Поэтому мое служение, оно не заключается в самом служении. Мое служение, оно о людях, о других. Занимаю ли я какую-то такую официальную позицию или нет. Как христианский лидер или служитель, моя цель в том, чтобы служить другим, помогать другим. Это то помазание, которое дает прорыв. Иными словами, я могу преподавать очень хорошее учение. И даже тогда, когда оно поступает или слышится физическими ушами, только единственный путь, когда оно может поселиться внутрь вашей души, только тот путь, когда оно может разрушить все ваши сомнения и ложь, когда это учение, оно с помазанием. Поэтому откуда же это помазание приходит? От взаимоотношений с Духом Святым. И это часть молитвенной жизни. Вхождение с Господом. Это наша молитвенная жизнь. Размышление над Божьим Словом. Это также часть нашей молитвенной жизни. А это все соединено. И оно постоянно продолжается. Постоянно. И причина в том, что мы сотворены, как тело, душа и дух. Да. У каждого из нас есть тело. Павел называет нас земным творением. И мы находимся в теле. И в течение нескольких лет тело растет. Оно становится сильнее. Надеемся, что и красивее. А потом мы приходим к такому моменту времени, когда тело начинает как бы стареть. Оно становится намного старше. Возникают проблемы. Начинает время, когда мы что-то уже теряем. О, между прочим. Я могу видеть сейчас. Кто-то из вас помнит, что у меня были проблемы со зрением в последние годы. Помните? Я не мог видеть раньше вас. Я не помню, не мог увидеть, красиво вы или не очень. У меня была катаракта в моем левом глазу. И я, в конце концов, пошел к доктору. На самом деле. Они взяли... Они установили линзы. Это мои диффкузы. Они забрали, условно, они забрали мои линзы. Линзы, с которыми мы были рождены. И потом они установили кристаллик в глаз. Кристаллик. И теперь я могу видеть. 2020. 20-20. Но, потому что я не 45 лет, я не могу видеть близко. Кто-то знает, о чем я сейчас говорю? Поэтому мне нужно иметь такие очки, такие магнитные. И сверху там нормальное стекло. А ниже они увеличивают. Поэтому я могу видеть и компьютеры, и вас. Поэтому слава Господу, что я могу видеть. Слава Богу. Слава Богу. И мы признаем серьезно это призвание. И мы относимся серьезно к учению с Писанием. Что лидеры... Что как лидеры мы должны быть примером. И как лидеры мы должны быть непорочны. Как лидеры мы призваны к высокой ответственности. И мы понимаем, что тем, кем мы хотим стать, оно все начинается с молитвенной жизни. И мы просто, Господь, соглашаемся с этим. И мы выбираем сделать это приоритетом. Достигать ее. Посвящаем ее тебе. И чтобы расти в ней. Мы молимся во имя Ишуа. Аминь. Аминь. У нас перерыв 15 минут. Аминь. 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 Продолжение следует...